В рационе казахстанцев дефицит рыбы. Жители республики по статистике за целый год употребляют в среднем меньше 4 килограммов этого ценного продукта. Хотя норма по рекомендации Всемирной организации здравоохранения 16. Между тем рыбное хозяйство в отдельных регионах Казахстана сталкивается с рядом проблем. О ситуации с рыбными запасами в Восточной Казахстанской области расскажет Руслан Мухамедияров. Этот год может стать поворотом в развитии рыбного хозяйства. После долгих лет засухи и обмеления в этом сезоне приход большой воды дал фору пресноводной фауне. Но природе все равно нужно помогать, считает Бухтарминском нерестово-выростном хозяйстве. Предприятию уже 60 лет. Оно входит в тройку крупнейших в СНГ. Здесь занимается зарыблением водоемов по всему Казахстану. Только вот не хватает системности в этой работе. Нет региональных программ по развитию сферы. Численность популяции мы можем поддерживать. Если сокращение какого-то вида, например, судака, либо, например, сазана. Сейчас в данный момент сазана почти мало, даже в лимитах его нет. Мы готовы. Только нужен, опять же, региональная программа. Такой документ необходим, чтобы четко понимать спрос и предложение. Ведь создание маточного поголовья определенного вида рыбы – процесс не одного года, отмечают эксперты. А одна из важнейших проблем сферы – дефицит кадров. Помимо выращивания, помимо кормления, помимо очистки прудов, здесь нужно осенью рыбу, которую мы весной положили в эти пруды, запустили. Надо будет отлавливать, вылавливать сетями, не водами. Здесь работа сложная. Бывает и похолодание, и дожди. Молодежь не очень идет, потому что здесь вода по поясу в воде. Это надо все вытаскивать и отправлять по всем озерам Казахстана. Поэтому механизмы стимулирования молодежи нужно продумывать на государственном уровне, считает рыбовод Касамхат Шабденбеков. Ему уже 73 года. Но думать о заслуженном отдыхе пока не приходится, иначе работать будет некому. В лаборатории он занимается исследованиями. Замеряет, как растет в летних прудах рыба. Их задача – вырастить сигалеток от икринки до 10-сантиметрового размера, стараясь максимально сохранить поголовье. Быть рыбоводом непросто. Тут важны не только навыки, но и черты характера. При этом главное – человечность. Ведь за рыбой нужно ухаживать, как мать ухаживает за ребенком. При исследованиях не навредить. В самих летних прудах охранять от птиц. Один баклан может в сутки съедать килограмм рыбы. Поэтому трудимся с пяти утра до семи-восьми вечера. И даже при нехватке кадров в хозяйстве удается запускать инновационные проекты. К примеру, впервые в регионе акклиматизировали Белого Амура. Он раньше водился только на юге страны. Санитар водоемов съедает лишнюю растительность, водоросли и препятствует заболачиванию. Реализовать проект помог грант от Фонда науки на 350 миллионов тенге. Но это разовое финансирование. При систематическом спросе на зарубление водоемов страны хозяйство в состоянии воспроизвести до 50 миллионов сигалеток в год. Наверняка. Тогда и рыбы в рационе казахстанцев стало бы больше, считают эксперты. Руслан Мухаммедяров, телеканал Аматы, Восточная Казахстанская область.